привет друзья сегодня хочу рассказать вам про вот такую продукцию от хундай в таком кейсе в этом кейсе аккумуляторная отвертка такая вот отверточка у нее вот есть положение вот тут такой переключатель она так вот разворачивается становится такой прямой значит вот здесь индикация заряда вот на 2 заряжена так 3 индикатора 3 диода у это отвертки есть реверс реверс вперед назад и блокировка курка по центру если вы стоит вот ну такая отвертка 2 ньютона метра усилия вкручиваем дешевая дешевая отвертка такая вот наборы здесь вот в этой отвертки вот так вот идет вот такой переходник сверлышки три штучки и вот две удлиненные биты также есть наборе есть вот такие вот битки укороченные в переходник который надо вставлять вот тут под разные размеры так это абсолютно не мощная отвертка ну ее достаточно хватает для того чтобы ее применять в каких-нибудь мебельном какому подкручивание ну закручивание там всяких болтиков какой блок питания 5 отвертки быстренько хочу показать один момент на эту отвертку и и в принципе критикуют эту отвертку что у нее есть вот такой вот как бы все считают что это недостаток вот смотрите как гуляет сверло ну вот здесь еще так подшатывается но это абсолютно но не критично для данного изделия для данное для данного устройства это такое устройство вспомогательное и мощность не нужна абсолютно никакая это для таких деликатных работ ну как бы вполне можно ее применять вот некоторые жалуются что за гуляющего вот этого сверла якобы в точку не попасть сейчас я продемонстрирую как в точку вот смотрите и каждый знает что в точку вот так вот ходу вот так как брать и в сверливаться ну никто не станет это делать поэтому как правило вот так вот кладут он сюда ну прижимают сверло в определенную точку куда хотят засверлиться и начинают сверлить да ну вот так вот гуляет ну абсолютно это не столь важно для вот этого предмета то что вот так вот гуляют вы смотрите спокойно можно засверлиться дсп в какой-нибудь или так если в мебель вот аккуратненько аккуратненько подсверлить вот я насквозь его просверлил и реверсом обратно вытягивается сверло даже если вот не удерживает магнит это можно так придержать и все спокойно то есть я не то что хвалю вот эту отвертку там или еще как но она выручает в том плане что где-то не тяжело закручены какие-то нежные предметы можно или подсверлить или подкрутить вот смотрите вот она в прямом таком виде еще то есть можно ее использовать нормально сверлить спокойненько спокойненько можно сверлиться закручивается все сейчас я покажу как она вкручивается эти саморезики вот допустим взять вот такую вот битку удлиненного то не в таких вот в таком как бы положименты такие вот так вот вставляется я не знаю тут центровка если кому-то важно ну вот он дал так бог подбалтываться небольшой такой саморезик вот взять да без засверливаем сейчас я смотрите вот он без засверливаем причем у него блокировка есть вала и можно докрутить самому видите вот а если засверливаем вот такой же саморезик это я в плотную как бы вкручивал сейчас в круг плотную деревяшку фанеру да вот вот сейчас вкручу вот кстати тут подсветка забыл сказать вот есть такая условная как всегда на всех отверстие где подсверлились раз и все вот он докручивать еще можно поплотнее это отверткой докрутить вот вот я ее прикрутил то есть можно подкрутить для мебельных работ каких-то там ну непрофессиональных где-то что-то быстро подтянуть подкрутить удобная такая вещь то есть небольшая отвертка вот она в ладонь с ладонью так и очень приятная такая изготовлена вот подлиннее вот какой-то размер это не знаю вот смотрите вот вот подсветку смотрите заодно вот видите это я не нашел засверлился давайте попробуем где на все берем вот опять вот это вот сверло да и сдавить не надо конечно сломается если там давить что-то где-то это для мягких работ для нежных таких где-то вот какие-то мелкие предметы там вот смотрите вот я на всю ее сейчас вот до конца заряд он держит очень долго вот разрядить его что не получается его до конца то есть вот так вот придерживать можно вытянуть и обратно ну для таких это работ ну совсем в кармане вот и держать конечно это не супер отвертка но из таких вот отверточек как бы вполне вот я сейчас выкручу вот эту обратно вот длинный да и сейчас вот вкрутим в отверстие которые засверлились сейчас реверс переключу вот вот он уже нормально совсем если подсверлился вот пожалуйста вот видите раз и можно докрутить потом вот раз вот вполне ну и выкрутить также заряд вот смотрите 2 2 2 диода так и светятся полный не заряжал вот он обратно выкручивает вот при спокойненько то есть я ее можно применять подсверливание засверливание то есть вполне нормальная вещь это вот вплотную если взять дсп в дсп конечно легко вполне привлекательно вот подсветка кстати ну светит очень достаточно так в том место которое хотелось бы сейчас я выключу вот с переходником вот так вот такой вот вот он ведь и гуляет но это не критично с переходником вот в отверстие где засверлился сейчас переключу закручу вот смотрите то есть вот этот вот то что болтается это болтается битов самой в этой патрончики в этом а сам патрону конечно не это не болтается абсолютно вот такая вот вещица есть интересно вот вот это отверстие для штекера от блока питания и в розетку достаточно такой энергономичный приятный еще раз повторюсь напоследок вот про сверло вот говорили что она вот гуляет вот эти до гуляют вот пожалуйста ну опять взять мы же придавлю и все равно ровность засверливает она не разбивает кстати отверстие я думаю что это лучше вот если где-то подсверлиться это лучше чем есть такие руки ручные какие-то отверстие которые которые там надо вкручивать сверливать вот этими такими рывками вот проще вот такого бюджетный вариант но вспомогательный инструмент где-то ну вот допустим если в автомобиле что-то подкрутить очень даже удобно где рука не разворачивается вот с удлиненной биты там или удлиненные какие-то вот подкрутить чтобы не треснула пластик там вот самые-самое оно причем усилия то есть можно регулировать опять же курком вот достаточно отзывчивый курок ну не сказать что это шустро она там сверлит ну сойдет вот такой бывает еще предмет от фирмы хенды спасибо до свидания